В черном чемоданчике, который вручает пациентке Наталье Усмановой, прибор, который будет следить за тем, как работает ее сердце. Два дня назад Наталью Николаевну прооперировали, вживили ей дефибиллятор. Имплантант стоимости 700 тысяч рублей специально для этой больной купил оригинальное Министерство здравоохранения. Этот прибор определяет, детектирует этот приступ и решает, каким способом восстановить нормальный симсоверит. Вот тем и занимается. То есть постоянно на страже, постоянно от одного сокращения сердца к другому прибор следит за этими вещами. Тем самым, срабатывая, восстанавливая ритм, он непосредственно спасает жизнь человека. При том виде сердечной патологии, которая была у Натальи Усмановой, помочь ей могла только операция. После операции, конечно, немножко больно, еще там же резали, все-таки все. Но это все быстро заживает. А так, например, я могу себе позволить немножечко пройтись. В последнее время я почти не ходила, ползала, можно сказать. Ходить было очень трудно. Малейшая нагрузка вызывала одышку, сильное сердцебиение, головокружение, темноту в глазах. Сигнал от дефиблятора будет поступать на прибор, который пациентку увезет домой. Один-два раза в день он автоматически будет снимать данные и в реальном режиме отправлять на компьютер врача по телефонной связи или каналу GSM. Постоянный контроль за тем, как функционирует устройство. Второй плюс, что благодаря использованию вот этой технологии можно сократить число визитов пациента в клинику. Что тоже немаловажно, потому что у нас область очень большая, и пациент не всегда имеет возможность приехать в установленные строки. Весь восстановительный период больная может спокойно провести дома. Это важно для успешной и полной реабилитации. Наталья Усманова стала первой пациенткой, за которой врачи смогут наблюдать дистанционно. Теперь такие больные не будут привязаны к медучреждению. Они могут вести привычный образ жизни и даже путешествовать, в том числе и за границу. Врачи и на расстоянии увидят, как бьются их сердца. Туяна Немаев, Александр Дудин. Новости сейчас. Туяна Немаев, Александр Дудин. Новости сейчас.